Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Инна Судакова, а обсудим её два последних влога. Ну что, к Инке опять привалила халява. Пришли к ней, значит, в гости Наташа с Вадимом и притащили кучу жратвы и алкашки. Они, наверное, с Виталькой решили помериться, да, халявой для Инки. То есть, тот тащил прям чемоданы, эти сумки тащат, и всё жратва и алкашка. Слушайте, ну как Судакова радовалась хлебушку, это надо было видеть. Это как же так унижаться, слушайте, великой блохерице, которая достойна только лучшего и может позволить себе только лучшие. Хочу отметить, что может позволить, но почему-то не может позволить себе купить хлеба и колбасы и мясо. Ой, Инка, Инка, я знаю, что ты халявщица по алкашке, но чтобы ты была такая голодная и не могла купить себе пожрать, вот это уж вообще перебор. Я думала, она из штанов своих выскочит от радости. Но что мне больше всего понравилось, ребят, в этом видосе, да, с распаковкой халявы, что Наташа сказала, что сама она не ест всякие там шоколадки, всякие конфеты, потому что в них содержится пальмовое масло. И своё здоровье она, получается, бережёт. А Инке чё попало привезла целую торбу конфет, шоколадок, Дедов Морозов. Ешь, Инуся, ешь, трави дальше свой организм. Кушай, никого не слушай, забивай свои сосуды пальмухой, и нормально. А мы не будем есть эту дрянь. Ну и дальше там ещё диалог, да, завязался между ними по поводу стоимости алкашки, что якобы покупают самое дешёвое вино, и судаковой припёрли тоже там какое-то акционное винишко. На что Вадим сказал, что вот я могу за 100 долларов не пить шампанское, за 100 евро, за 100 долларов, и оно может быть невкусное, и якобы может не понравиться. А вот за 3 евро это будет прям шикардос. Ну скажите, какой шикардос может быть за 3 евро? Это может быть только бормотуха. Ну я думаю, это, конечно же, для отмазки. А Инке не важно качество, а важно количество. Сколько там вон бутыльков с шампусиком было. А слушайте, сколько бекона, колбасы, хлеба, сколько счастья, самое главное, у судаковой. Опять жратва подоспела, опять, слушайте, можно забивать холодо с халявой и есть, есть и не прекращать. Это так смешно, ребят, наблюдать за женщиной, которая себя позиционирует прям успешной и богатой, которая якобы могла позволить себе купить жильё в Турции, что она может всё прям себе позволить. А вот купить, пожрать и выпить не способна Инка себе позволить. Денег нет, всё. Ну, значит, потом уже следующий видос. Значит, собирается она в гости к Наташе и Вадиму, и где-то они там должны встретиться. Инка, значит, ждёт звонка. Тут Наташа отзванивается, Инка тут быстренько собирается и рассказывает про стримы, на которые у неё стоит жёлтая монета. То есть эти стримы не монетизируются. И она рассказывает, и я вот как раз-таки услышала от неё по поводу лайков. Помните, я говорила про лайки в своём обзоре? И я помню, что мне даже кто-то написал, что якобы ничего она не накручивает. Вот она сама сказала, что лайки накрученные. И якобы она связывалась с техподдержкой и говорила, что ей якобы хейтеры накрутили лайки. Но она опять же про эти лайки сказала. Но я думаю, что сказала она это специально, что якобы это не влияет на накрученные лайки, на то, что у неё жёлтая монета и не монетизируются стримы. И открывать она, собственно, не собирается просто так, чтобы смотрели без оплаты. Ну, конечно же, тут же надо, чтобы всё оплачивалось Инке. Но вот по поводу лайков я действительно была права, потому что, ну вот представьте, было совсем мало лайков, сколько там, 200, 100, 50, 180, а тут такие цифры, которые переваливают тысячи, полторы тысячи, две с половиной тысячи. Это ненормально. Это сразу заметно, что это идёт накрутка. Ну, опять же, ребят, не верю я Судаковой, что прям хейтеры накрутили. Вполне она и сама могла накрутить себе лайки, дабы доказать своим хейтерам, ненавистникам, хотя, мне кажется, там хейтеры 90% из всех, кто смотрит Судакову, что она сама накрутила эти лайки, дабы доказать хейтерам, что её любят, её смотрят, и вон сколько наклепали ей лайков. Ну и дальше уже Инка побежала на встречу с Наташей и Вадимом и рассказывала про тортика, ну, которого, собственно, не существует. Был тортик, нет тортика, разницы нет, мы всё равно с вами его не видели, что якобы у тортика день рождения, но Инка поздравлять его не будет, потому что от души она его поздравлять не хочет, чтобы не ворошить, опять же, чувства, но не от души она поздравлять не умеет. Да, вот такая вот у нас Судакова. Обязательно ей надо было вспомнить тортика. Но мы понимаем, что тортик не существует, нет тортика и не было тортика, точно так же, как и день рождения, хотя тортик, может быть, и был, но Инка его просто съела. Не успел он родиться, не успели его приготовить. Слушайте, как Судакова его сожрала одним махом. И вот, знаете, ребят, смотрю я на Наталью, на Вадима и думаю, вот какие у них могут быть отношения с Судаковой, вот какой у них интерес общий. Этой только жрать и бухать, но вот какой у них может быть интерес к ней, я всё никак не могу понять. Если честно, я особо и не слышала, чтобы Судакова про какой-то там канал говорила. Неужели просто так, безо всякой выгоды? Ну, вроде бы, такие спокойные, интересные, прикольные люди. Ну, с Судаковой, конечно же, не сравнить, но никак. И что им надо от неё? Дальше встретились они уже, набрала Судакова пивка, набрала рыбки, чтобы душа погрелась, как она сказала. Душа греется, когда вижу пивко и буду пить пивку. Ну, конечно, ребята, чего у неё может душа радоваться и греться? Больше же рядом никого нет, кто может погреть. Остаётся только хлебать алкашку. Бедная Судакова едва в горку поднялась в гости. Вся запыхалась. Слушайте, пыхтела, как паровоз. Да, Инка, это тебе не Наташа. Раз-два и заскочила вместе с Вадимом. А тебе приходится пыхтеть и чапать. Не успела прийти Судакова в гости, как побежала уже по дому, по комнатам. И в спальню залетела тоже. Всё ей надо поснимать. Слушайте, всё ей надо зафиксировать. Ну, нечего же показать. Просто нечего. Вот она и бегает по чужим квартирам. Ну, а эти двое, ну, прям присмыкаются перед ней. Спрашивается, чего это вдруг такая любовь к Судаковой? Ну, вроде у адекватной пары. Ну, и потом уже посиделки. Потом показала уже Судакова, что на улице темно. И с сигареткой, опять же, ходила там по двору. Опять же, тыкала свою и ручонкой и показывала, где там что находится. Ну, и дальше продолжили посиделки. Допивали пиво, догрызали рыбу. А дальше уже заливали в себя кофеёк. Да, как всегда, Судакова была такая неспокойная, такая неспокойная. Ну, просто, понимаете, она под впечатлением, что опять столько халявы привалило. И хлеб, и колбаса. Успешная женщина не останется голодной. Главное, чтобы хейтеры завидовали. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok